наташа посмотри мы меряем тебе кошка тут этого откосика вот она видишь на окошке вот наш тримминг от него кошка мы верим от внутренней стороны до внутренней стороны вот до сюда вот в реальности смотри я отковыряла эти наличники даю чтобы тебе посмотреть что это здесь идет три четвертых сама рама и потом еще три четвертых вот здесь снизу полынча а сверху еще три четвертых продолжение рамы вот там беленького то вот видишь это все равно общая рама полтора инча идет и расстояние на зазор для того чтобы запенивать ее запенивать и закреплять потому что сама рама а бы ровно на производстве собирать а вот тут вот сбоку вот вот видно деревянные стебы которые укрепляется окно вот они могут быть неровный проем будет не совсем прямоугольный вот видишь поэтому от внутреннего до внутреннего размера мы добавляем по горизонтали полтора инча со каждой стороны и в общей сложности получается 3 а вот между верхом и низом добавляем всего два инча то что снизу можно будет ставить подоконник здесь вот рама снаружи вот она выглядит немножко по-другому чем то что внутри хочу покажу говоришь про наружные планки без наружных планок не обойтись вот вот так выглядит видишь наружная планка она ширина всегда прикрывает место установки когда уберем там будет просто дыра дальше еще один нюанс по поводу ручки ручки механизм внутри здесь зубчики сейчас саму ручку покажу и в ручке вот такая резьба ручка устанавливается в дырку вот сюда вот эту резьбу там закручивается все фиксируется и смотри видишь и твой механизм я поворачиваю он крутится даже когда нет окна нет нагрузки ничего нет она не крутится срывается наконечник вот здесь вот видно нет здесь должен быть клепочка она отрывается или ломаются вот эти зубчики если механизм железный они не ломаются они могут просто стираться но чаще всего ломается вот это вот ручка вот здесь поэтому эти механизмы становятся негодными теперь смотрим как у нас работает сама рама раму закрываем чтобы она двигалась здесь хвостик насаживается вот этот вот ползуночек насаживается на пазик когда рама двигается вперед-назад он ползает и толкает ее вот таким образом кажется что ты окно открыть не можешь вот ползуночек не дает здесь топор на конце потом окно поворачиваем на половинку до вот здесь вот есть такое специальное углубление вынимаем наш ползунок видишь здесь вот такой провал небольшой идет вот специально чтобы его снять можно дальше раму выворачиваем на сто вот так 80 градусов дальше она у нас крепится к окну и к коробке вот мы открепляем их от коробки или от окна что будет удобнее ну вот в моем случае при установке окна удобнее от коробки вот мы и скручиваем снизу скручиваем сверху снимаем раму шкурим красим потом точно так же закручиваем все назад теперь смотрим сюда смотри как мастера установили мое окно 40 лет назад видишь какая щель тогда такой пены как сейчас не было они все забивали всякой паклей досочками всякой ерундой сейчас же есть пена и все это можно просто тупо запенить замазать акрилом и чем угодно идем ко второй раме вот видишь здесь дырки нету в том окошке дырка есть вот и топишь охлаждаешь она все на улицу выходит очень по размеру окон но я думаю что тебе понятно почему эти планочки делаются снаружи и изнутри потому что дырочка между самой установочной рамой и вот эти вот топорными брусками сверху снизу по горизонтали по вертикали нужно всегда расстояние из-за непрямоугольного проема открытого сама рама будет полностью геометрически правильно а вот проем который вот здесь вот доски идут их вертит крутит и дополнительно они могут быть просто неровно установлены мастерами вот и сюда дается дырка про запас поэтому я себе когда окна меряю я вот от внутренней стороны по горизонтали докидываю три инча по полтора инча с каждой стороны а по вертикали сверху докидываю полтора инча снизу докидываю три четвертых инча даже меньше докидываю до три четвертых должно быть еще полтора на на все вот то есть три но я докидываю не три а два потому что я снизу буду себе делать подоконники то есть по горизонтали добавляем 3 инча по вертикали добавляем 2 инча